Кругов наши накануне. Наряду с бесчисленным количеством кепок и аэродром, выбитыми зубами и оторванными усами, на земле лежали несколько ушей, два носа, указательный палец с вцепившейся в него челюстью и даже одно сломанное ребро. Мансариашвили собрал всю эту красоту в газету «Батуми послезавтра», побежал в сад и привил добытый биоматериал, росший в удаленной части сада ямайской секвойи. Через год с секвойей свисало восемь человеческих особей в возрасте от 13 до 76 лет. Первого из них Бонифаций сорвал слишком рано, тот оказался недозрелым и из него пришлось сварить компот. Второго склевали птицы. Оставшихся четверых Бонифаций аккуратно сорвал с ветки и они тут же заговорили с ним по-ямайски, налили ему рому и отправились на пляж петь регги. Все лето и осень они пели на пляже, питаясь ракушками и пробками от бутылок, и тогда же в их репертуаре появилась интерпретация якутской песни «Сани-саночки», которую им напели два оленевода, отдыхавших в Батуми. В ноябре, когда корма почти не осталось, будущие члены группы Бониэм улетели в теплые края, даже не попрощавшись с Анцериашвили, который к этому времени привил марихуану к Баобабу и находился в невменяемом состоянии от радости и количества выкуренного. Их полет на ямайку прервался в Германии, где они присели отдохнуть на высоковольтные провода, и их сбили из рогатки немецко-фашистские мальчики. Одним из этих мальчишек оказался 45-летний продюсер Фрэнк Фарян, который пытался сбить с проводов труп любовника своей жены, выброшенного им неделю назад из окна. Когда с неба на него вместо одного трупа упали три ямайские женщины и один мужчина, ему сразу пришла в голову мысль «Ох, и нифигаш себе!» Потом второй закон Ньютона, и только третий была, казалось бы, очевидная мысль «А не сделает ли мне из них самую популярную поп-группу 70-х?» Дальнейшая судьба группы Бониэм известна всему миру, кроме Евдокии Семеновны Прокводенко из Усть-Вилюйской, глухой полоумной старухи, которая родилась в 1879 году, а умерла в 1966-м. Остается добавить, что название Бониэм музыканты взяли в честь Бонифации Мацариашвили, хотя Фарион настаивал, чтобы они назывались Бониэм просто так. А свою знаменитую песню «Распутин» коллектив посвятил тому, как они в Германии встретились один раз с Путиным.